Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс. Начинает свою работу. Сегодня у нас 21 апреля 2017 года, пятница. Как всегда, по пятницам у нас на связи парапсихолог, экстрасенс Геннадий Лобанов, но несмотря на все те качества, которые он обладает и способности, все-таки главное его направление это энергетическое целительство. Я хотел бы, во-первых, Геннадий, здравствуйте. Добрый день. Да, я хотел бы, прежде чем мы начнем, именно о энергетическом целительстве. Сегодня мы рассмотрим три сущности, почему говорить. Начнем с человека. Потом перейдем на животных домашних, будем в частности говорить, и перейдем на растения, которые тоже являются живым существом. Так вот, я буквально за минуту до того, как мы начали наш эфир, отправил Геннадию фотографию одного молодого человека. С этим человеком я сам лично познакомился на интернете, буквально день тому назад. Ну, и мне он кое-что рассказал про себя. Вот я хотел бы, чтобы сегодня Геннадий нам рассказал, что у него, что он видит в этом человеке, и что не в порядке по поводу, скажем, его здоровья, будем так говорить. Если есть, конечно, что-то не в порядке. Фотография более-менее. Фотография это со скайпа, но другого нету, я не имею других фотографий, просто взял его, сфотографировал и отправил его Геннадию. Что можно сказать? Так, а мне же как фотографию-то увидеть? А вы ее не посмотрели до того, как? Посмотрел немножко, не успел, и вы сразу начали. Или только пришла и сразу. Ну, как ее увидеть? Мне сложно вам сейчас сказать. Это разве что на e-mail вам переслать, тогда мы должны сделать некоторую паузу, я вам могу переслать на e-mail, вы одновременно должны открыть e-mail. Или вы хотите так сделать, тогда мы сделаем некоторую паузу, я сейчас буквально вам ее отправлю. Нет, фотография-то у меня ваша, вот вы отправили, она есть, просто мне надо сейчас сворачивать скайп, сейчас я попробую, конечно. А нет, скайп не закрывается, сейчас, секунду. Где она? А, вы у меня вон, тогда надо его отключать. А, тут сообщение же, вот. Вижу, вижу, вижу. Вот оно, да. Так. Ну, пока вы будете думать, я расскажу. Это молодой человек, ему, зовут его Виктор, ему 29 лет. Я имею его нумерологическую матрицу, он обратился ко мне совсем по другому поводу. Ну, и мы сейчас, кстати, об этом поговорим на самом деле. поговорим о том, что... Я вам буду задавать вопросы, короче, но вот сейчас вы посмотрите и скажите, что вы о нем думаете. человек жизнерадостный. Глаза добрые, между прочим, вот так увижу. Но я не знаю, то ли он в инвалидном кресле, то ли он так стоит, непонятно, не видно ниже дальше. Вам не надо видеть дальше, вы же экстрасенс. Вы не анализируете ситуацию, в какой позе он снят. Я полагаю так, что просто камера была с высоты, сейчас же есть там удлинители всякие, свои телефонные, он себя сфотографировал по селфи, да. Поэтому на это вы не обращайте внимания. Скажите, что вы видите и... Жизнерадостный человек, но есть проблемы по здоровью. Какие? Так... Вы уж простите, что я вас тут тестирую, но тем не менее, дорогие друзья, это, так сказать, это интересно, это мне самому интересно, потому что мы же понимаем, что если мы приходим к какому-то специалисту... Ну, я-то не сомневаюсь, поскольку я в курсе дела и качества Геннадия, но просто люди, которые могли бы получить помощь, они же всегда сомневаются. Ну, вот я честным образом, абсолютно, я ничего не подтасовываю, никакие факты, никогда этого не делал. Сейчас я скажу вот так, как оно и есть. Во всяком случае, так как я беседовал с этим молодым человеком. Я, конечно, тоже не так много знаю, но кое-чего я знаю. Ну, вот. А потом мы спросим, мог бы Геннадий ему помочь именно по фотографии, хотя, с другой стороны, он находится на вашей, кстати, территории. Есть проблемы с сердечком, конечно, потому что глядноватый немножко. По всей видимости, еще у него что-то... Ну, может быть, даже и немножко по психосоматике проходит. Хотя он жизнерадостный, но какие-то у него внутренние напряжения чувствуют. Влечка будет смотреть, и это самое... Ну, как это... Мочеполовую буду смотреть, если... А по поводу желудка, поджелудочной? Или это... Ну, желудок... Нет, это ЖКТ посмотрим тоже, но явные язвы я не вижу. Есть гастрит, конечно, глубокий. Это уже, можно сказать, хронический. Но бледный он, это вот... Ну, бледная, это фотография, она может быть и бледная. Вы же понимаете, как мы будем снимать. Ну... Вы же с точки зрения энергии это ощущаете. Ну, слабоватенький в энергии. Почему? Потому что есть проблемы. У меня что-то вот это вот... Область не совсем грудной клетки, чуть ниже, да, ближе к желудку. Вот там что-то мне не нравится. Окей. Ну, давайте я скажу, да простите меня, это молодой человек, но это все делается для того, если он будет слушать. Все это делается для того, чтобы, во-первых, помочь. Во-вторых, опять же, куда? Кто будет помогать нам? Мы можем пойти в нашу современную, в полном и дорогом, в полном переносном смысле дорогую медицину. Ну, мы можем пойти к энергетическим целителям, можем совместить все это дело. Мало ли, куда еще мы можем идти? С глаз порча и так далее. Но мы должны, как минимум, знать того человека, куда мы идем. Ну, или, возможно, пользоваться рекомендацией людей, которые уже с ним имеют дело, которые побывали на приемах и так далее. Ну, вот могу вам сказать, я не буду рассказывать, чем занимается этот человек, потому что я сразу, когда сделал ему нумерологическую матрицу, я сразу предположил, во-первых, он занимается не тем, чем ему нужно заниматься. А когда он мне рассказал, чем он занимается, ну, мне стало, многие вещи просто стали на свои места и стало все понятно. Я ему рекомендовал, с чего было бы неплохо начинать. Проблема со здоровьем поджелудочная железа. Вот это, как он говорит, главное. Но, с моей точки зрения, есть еще другие проблемы тоже, да. Я тоже думаю, что, наверное, это и где-то сердечные есть, хотя, может быть, оно не явно. Ему всего 29 лет. Но он себя очень плохо чувствует, и это к тому идет речь, дорогие друзья. А мы говорим не просто какие-то вещи с какими-то очень серьезными и интересными людьми, мы беседуем. Мы беседуем с этими людьми для того, чтобы мы все получили какую-то информацию и пришли к какому-то, может, мы что-то делаем не так и неправильно. Но вот предназначение, это самое главное, это то, что мы должны выполнять. Это закон, он выше земных законов. Это закон, который нам предписан намного выше. И если мы это не выполняем, то мы рано или поздно получим соответствующую реакцию. Ну, мы знаем, если кто не выполняет закон, он будет наказан тем или иным образом. Поэтому вот это яркий пример, доказательство того, этот человек, этот молодой парень, это знает. И он всеми силами хочет выбраться из этой дыры, которую он сам себя загнал, выполняя то, чему ему не надо делать. Делая то, чему ему не надо делать. Геннадий, скажите, ну, вот с такой проблемой вы могли бы справиться, как вы считаете? Ну, справиться, вылечить, это Господь Бог дает гарантию, но тем не менее попытаться, да? Ну, надо знать, на каком фоне развилась болезнь. Это либо у него узнать, либо вы знаете, можете сказать, но что такое поджелудочная железа? Это страх, это гнев, хотя они на печень перебрасываются, но он, как бы диабета тоже не было, потому что это страшная вещь. И это самое, если у меня составы травмы энергетически можно воздействовать, очень хорошо помогает. У меня девушка лечится, по крайней мере, держит. Понятно, хорошо. Ну, понятно, что он вам это расскажет, если он захочет прийти к вам на прием. Но, наверное, было бы лучше, если бы это была не фотография, если это был бы не рассказ, а если бы он вам лично, скажем, пред вашей очей представил самого себя, да? Ну, можно на скайпе, почему, если у него такое желание. То есть это не имеет значения для вас? Нет, по скайпу в том плане легче, что я вижу человека более, ну, 90% я могу уже увереннее, чем по фото, хотя по фото сейчас тоже получает. Ну, тут даже дело, ну, все-таки, наверное, 100% было бы более эффективно, так 90%, а так 100%, если бы он к вам приехал лично, да? Это реально, да, реально. Это реально, понятно. Ну, дорогие друзья, кто хочет, пожалуйста, обращайтесь, находите Геннадия, обращайтесь к нему, кто хочет, спросите, где и как к нему попасть, потому что не все, конечно, могут приехать, а по скайпу могут все, потому что и вы нас слушаете по интернету, это все понятно. Так что, будет такое желание, обращайтесь ко мне, меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра Сан-Гейтс, и, напоминаю, мы сегодня беседуем с энергетическим целителем Геннадием Лобановым. Хорошо, Геннадий, еще, может быть, вот не в связи с этим человеком, а что, какие роды заболевания вам легче, допустим, лечить? Или не имеет значения? Ну, почему не имеет значения, но все-таки более тяжело лечить, когда есть проблемы с головой. Там надо уже аккуратнее и очень тщательно. Здесь уже, здесь есть методики уже довольно-таки отработанные по внутренним органам, с ними легче. Там и состав травы идет, и воздействие идет, и упражнения можно дать, какие-то дыхательные специальные, есть гимнастика лечебная, я имею в виду, ну, восточная. Неплохо помогает. Вот, если проблемы с головой, там, конечно, посложнее, там надо уже разбираться досконально, и тогда уже начинать потихоньку воздействовать. Там кратковременно импульсное идет это воздействие, а потом уже на пол, ну как, уже полностью. Театр. Понятно. Но связываете ли вы, допустим, проблемы, которые есть у человека на физическом теле, с проблемами, которые у него могут быть, допустим, ну, кармические, скажем, проблемы, или какие-то глаза порчи? Ведь мы же знаем о том, что... Связываем, связываем, но большинство, я же как-то в одной из передач говорил, что не всегда есть воздействие. Есть мы сами себя, программируем на это дело. Но по карме идет, согласен. Тут надо уже действительно разбираться, и уже тогда... А вы можете сказать о том, что, глядя на этого молодого человека, что там есть что-то в роду у него, может быть, это болезнь не... Ну, трудно сказать, что в таком юном возрасте можно... Ну, бывает врожденная, но это не врожденная болезнь, она заработанная. Она заработанная чем-то. Да. Будем разбираться. А есть ли, как вы считаете, здесь какие-то вещи, связанные с родом? Допустим, родители, там, ну, бабушки, дедушки. Как вы думаете? Может быть и такое, конечно. Ну, вы... Ну, теоретически может быть, но в данном конкретном случае с этим человеком вы этого пока не видите, да? Надо его... Ну, надо с ним поговорить, поглядеть его и поговорить. Обязательно. Так же тоже нет. Понятно, понятно. Хорошо. А, Геннадий, существует... Понятно, и многие люди знают о том, что людей можно лечить энергетически. И уже, ну, все больше и больше людей к этому приходят. Не обязательно идти к докторам, потому что доктора многие вещи, ну, как это, вот, локально определили. Там болит, ну, что-то с ним делают. Дают лекарства, там, ну, хирургия еще есть и так далее. А вот от чего это все пошло? Ну, бывает, что эта медицина не решает эти вопросы. Так вот, как обстоит дела с нашими меньшими братьями, с домашними животными? У человека можно спросить, правильно? Человек вам расскажет. А у животного спросить можно, только он вам на своем собачьем, кошачьем языке что-то скажет. А если вы разбираетесь, так вы разберетесь. Так сейчас, значит, поясняю. Да. Что, в основном, большую часть на себя берут собаки, кошки в меньшей степени, потому что кошки, они все-таки более считаются, они больше любят негатив, они не так часто болеют, как болеют собаки. Собаки принимают все. На своем опыте испытанном, у меня собака очень много приняла на себя. Все вот, с кем бы я ни работал, все энергетически. Правда, и прожила она у нас 18 лет собачка, но она онкологию себе заработала. Это действительно так. Собака воспринимает весь негатив, забирает от человека. Сказать не может, но в колдовской практике, допустим, в черномагических делах, в основном сбрасывают на животное, на собаку. Самое легко. Кто сбрасывает? Ну, вот, допустим, кто-то делает какой-то ритуальный ритуал на кладбище, и вот кому-то вредит из человека, чтобы ему обратно не прилетело, он это скидывает на собаку. Ищут собаку, заводят даже собак для этого, ни одной, ни две. Это так. Ну, Геннадий, вы какие-то страсти такие рассказываете. Это не страсти, это правда. Кошки, значит, они более чувствительны к отрицательной энергии в том плане, что они ей питаются. Но в экстренных случаях они принимают удар на себя, если хозяину грозит болезнь, серьезная болезнь. А считается, что кошки, не коты. Это так? Кошки и коты тоже. Ну, кошки в большей степени, наверное, берут. Да. У меня, моя любимая кошка, ей тоже уже 14 лет, и она лекарь. Она ложится. Ну, не каждому подходит. Ну, приходит человек, она начинает тереться, а потом ложится именно на больное место. Серьезно. Она показывает в деда. Ну, он сейчас куда-то убежал, но она крутится иногда тут у меня. Спит со мной, и все время вместе. Меня поддерживает так. Есть такое мнение о том, что с домашними животными, ну, не то, что спать там или целоваться не стоит. А вообще даже, как бы, их не надо запускать в спальню, допустим. Вот у нее или там есть угол какой-то? Нет, у нее угла своего нету. Ну, это в вашем, в вашем конкретном случае, с вашей конкретной кошкой. Ну, мы говорим в общем. Ну, и в общем, это для собак отводит место, а для кошек нет. Она все-таки гуляет сама по себе. Что кот, что кошка. Где ей нравится, там она и будет играть. Ну, почему и кошек, и собак дрессирует, воспитывает. Мы помним, Куколачев воспитывал. У нас, допустим, в России я еще не видел, чтобы дрессировали до такой степени кошку, чтобы она именно в одном уголке спала. Не от собака, да, а кошка. Ну, еще раз. Куколачева помните? Да. Ну, так вот он. Это единственный уникум, который мог что-то с ними делать. Больше я не видел подобного. Ну, самый простой вариант запирать где-то кошку в чулане, и пускай она там спит, привыкает. Нет? Не факт, не факт. Она будет делать то, что ей нужно. Понятно. По самому, скажу так, целоваться там, ну, это самое. Если животное ухоженное, и вы за ним следите, никогда ничего не подцепите. Да, у кошек есть кошачья двууская, это распространенная, то бишь лямбли. Ну, это очень редко бывает. Это уже надо, я не знаю, чтобы кошка неделю на улице гуляла, а потом пришла вся грязная, а ты за ним не поухаживал, не помыл ее, не обеззаразил, тогда да. Можно что-то подцепить. Так, нет, ну, Господи, он и облизывает, и все. И собака была не золота. Никогда ничего не получала. Ну, на этот счет есть там разные истории, в общем-то, и объясняется, о чем идет речь. Ну, сейчас это не наша тема, тем более, что у нас время не так много до окончания эфира. Давайте мы перейдем к растениям. То есть, растения, это только кажется, что они как бы не живые. У нас рубят, даже в одной известной песне одного известного ансамбля, не рубите дерева, не губите, да, мужики, не рубите. Не стоит, да, потому что когда-то мы сами были такими же растениями. Растения – это живые существа. Ну, и вот могу сказать о том, что, дорогие друзья, мы недавно с Геннадием провели эксперимент, но эксперимент был, на мой взгляд, не объективный, с моей стороны. Вот Геннадий сделал то, что он сделал. Я даже видел, он мне прислал это все. Я покажу это, когда при обработке я покажу, как он это все сделал. У меня есть фотографии. Это очень и очень интересно. Дело в том, что я сам, с моей точки зрения, то есть, то растение, которое я показал Геннадию, прислал ему фотографии этого растения, ну, считается в некоторых традициях о том, что это священное растение. И это не просто там красота, там декорации и так далее. Так вот, срок продолжительности жизни этого растения – пять-семь лет, не более. Ну, я могу сказать, что оно у меня находится больше десяти лет только у меня, а оно еще было где-то у кого-то. Поэтому совершенно объективно. Более того, его надо удобрять, как любое растение, надо менять землю, надо удобрять. Вы знаете, я только его поливаю на самом деле. Ну, может, какие-то обряды надо делать, но поскольку оно священное растение, как бы, да, то там подход должен быть, может быть, несколько иной. И я даже сам удивился о том, что… Причем, интересно, что Геннадий меня спросил, сколько лет этому растению, потому что он почувствовал, что… Причем это я на телефоне показал даже без фотографий. Почувствовал, что это растение уже на пределе. Ну, вот как кошки и собаки, они же живут определенное количество лет. Но это не значит, что там 10, 12, 15, а ну, может быть, 16, 17 и так далее. Поэтому тут есть, конечно, много всякого всего. Скажите, есть ли специфика все-таки лечения растений, энергетического лечения растений, исцеления? Применяю специально такие термины. Ну, по растению немножко подход другой, конечно, к человеку. Там надо использовать… Ну, там больше нажимать на, как сказать… Ну, применять стихии, потому что растение, оно живет на земле, оно питается всеми четырьмя стихиями, кроме огня, конечно, тремя. Огонь, вернее, не огнем. Земля, вода и воздух. Подход немножечко по-другому. Если на человека можно тоже воздействовать стихиями, но это немножко не так будет в пользу, чем растению. Растению нужно давать именно эту энергетику. Человеческой энергетикой практически ни к чему. У нас другие совершенно вибрации, отличные от растений. Я давал, допустим, по вашему растению. Именно заводил четыре стихии, но огонь не обжигал его, а именно очищал. Пока еще буду продолжать, я еще не закончил с ним. Но есть шанс к тому, что мы его все-таки оживим. Ну, я со своей стороны, у меня специальная есть, ну, не земля, а специальная вот там смесь определенная трав и в то же время земли, где рекомендуется держать вот это растение. Довольно дорогая все это, вот, субстанция, так скажем, где она. Но надо поменять. Действительно, давно не меняли, хотя, по-моему, в прошлом году. Но вот как минимум надо это поменять. И, наверное, все-таки какие-то надо корм для него. Еще хочу сказать, что вам чаще с ним разговариваете. Оно любит поговорить. Оно действительно у вас священная энергетика. Даже в таком состоянии от него идет мощно. Мне было интересно с ним побеседовать. И он очень много рассказывает. Ну, так вот чувствую какие-то вибрации от него такие положительные. Он хочет много чего сказать и просит о помощи. Действительно, он любит, чтобы с ним поговорить. Не бросать. Да, вы знаете, дорогие друзья, это очень интересная тема. На мой взгляд, она очень серьезная. Потому что, ну, много можно говорить об этом. Дело, если касаться именно конкретно этого растения, то считается, еще раз, вот я, допустим, не вне религии, к примеру. Конечно, я соблюдаю, я верю во многие вещи. Но считается, что это воплощение в виде растения очень и очень и очень святой личности. Даже не личности, как человека личности, а личности Бога. Ну, так считается. Я, мне трудно сказать, я, ну, я верю, понимаете, если говорят о том, что так, и соблюдаю. Вот сейчас Геннадий подтверждает. И на самом деле, действительно, это растение, ну, вот как мы, скажем, читаем, ведем церковь, читаем Отче наш, да, допустим. Кому мы его читаем? Мы читаем Богу, правильно? Для себя, ну, неважно, каждого своя мотивация. Здесь та же самая система, здесь та же самая святые слова надо произносить, и это и есть разговор. То есть, это проявление любви. Это очень и очень интересно. Геннадий, спасибо большое. Мы продолжим эту тему, поскольку, действительно, то, что вы рассказываете, то, что есть много чего рассказать, я полагаю, так. Эта программа записывается, она будет выложена. Я обращаюсь к тем, кто сейчас смотрит нашу, слушает, точнее, нашу передачу, и те, кто будет ее потом смотреть, я обращаюсь к вам, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы, приводите свои примеры, как вы общаетесь с нашими, ну, не будем говорить с подобными себе, это будем читать хорошо. А как мы общаемся с нашими меньшими братьями, особенно, как мы общаемся с травяным миром, на самом деле, потому что это очень и очень важно. Геннадий, спасибо большое. Я благодарю вас за участие в нашей программе. У нас сейчас буквально, сейчас начинается следующая программа. До новых встреч, вам здоровья, всего наилучшего. Спасибо.